Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Прошу совета. Моей дочери 4 года, дома активно и болтает, в обществе не контактирует. Со взрослыми вообще не идет на контакт. С детьми стесняются общаться, от этого страдают. В саду ни с кем не разговаривают. То есть такой отказ от общения. Если я рядом, то по ситуации, то песни поет, то танцует, то прячется в ногах. Острое реагирует на критику. Боится ошибок. Собственно говоря, здесь у вас, аноним, есть некоторая такая проблема. Дело в том, что советов-то психологи не дают. А вопросов вы не задаете. Вы просто рассказали, так скажем, историю свою. То есть, ну, вы просто вот поделились, так скажем, историей. Вот. И, на мой взгляд, важно, чтобы вы сформулировали вопрос. Вот. На мой взгляд, важно, чтобы вы именно сформулировали то, чего вы хотите. Вот. Ребенок – это отражение ваше. И, соответственно, отражение может быть как прямым, так и зеркальным. То есть, ну, поведение ребенка может быть связано, как, например, с тем, что она транслирует. Такие идеи, такое поведение, которое вы транслируете ей. То есть, это болезненное восприятие критики, это зависимость в какой-то степени от оценки, ну, окружающих людей. Это следствие того, какие мысли, какие идеи вы транслируете, сами вы транслируете своей дочери. Да? То есть, это, вот на это нужно обратить внимание. На то, с какими идеями, с какими позициями, с какими точками зрения, с какими высказываниями сталкивается ребенок. Вот. Потому что ситуация может быть весьма и весьма неоднозначенной в этом смысле, в этом плане. Может быть, и зеркальная, то есть, как бы вы сами испытываете трудности, например, с социализацией. Вы сами испытываете трудности с общением. Вы сами имеете опыт, как бы, ну, такого подавления себя. И в этом смысле... И в этом смысле... То есть, тут нужно в первую очередь, в первую очередь, выяснять, как ребенок общается вот... Ну, в первую очередь, наверное, с вами. То есть, как ребенок, в первую очередь, взаимодействует... С вами, со взрослыми, ну, вот, в своей семье, семье. И уже потом, как-то вот, переносить это на внешний мир. Понимаете, да? Обратного действия... То есть, когда мы пытаемся, так скажем... Корректировать поведение ребенка, при этом, не делая ничего с той средой, в которой он находится, является крайне неэффективным. Вот. С точки зрения, как бы, ну... Развития ребенка, с точки зрения его... Какого-то психопсихологического состояния. Вот. Ребенок, это наше отражение, как я уже... Сказал. И... Являясь... Таким... Таким отражением... Вот. Ребенок, конечно же... Повторяет... Тот... Тот опыт, который ему запоминается. Вот. Тот опыт, который... Для него является... Ну... Скажем так... Понятным, который для него является, в той или иной мере... Эффективным. Вот. А... Дальше... То, что вы... Описываете, в том числе, может быть... Следствием и... Э... Такой гиперопеке. Когда... Ребенок растет в... Своего... Ну... Своего рода... Таких, знаете... Ммм... Тепличных, как бы, условиях. Вот. И... Соответственно... Конечно... Взаимодействовать... Взаимодействовать... С окружающим миром... Ему... Сложно. Тяжело. Болезненно. Неприятно. Страшно. Эм... То... То, что... Происходит... Так или иначе... Связано с... Недоверием... Эм... Ребенка... Окружающим миром. И... Вопрос... Эм... Заключается в том... Как мне... Эм... Кажется... Почему... Ребенок... Не доверяет мир... Откуда... У него... Это... Недоверие... Вообще... Есть... Откуда... У него... Это... Недоверие... Вообще... Вообще... Зло... Да... Как... Ребенок... К этому... Пришел... Вот... Согласитесь... Что... Этот... Вопрос... Он... Вы... В... В... В этом... Смысле... Вы... Просто... Описываете... Ситуацию... Ситуацию... Ребенка... И говорите... Вот... В... У меня... Ребенок... Вот он ведет себя так... Ое... В отрыве некоторым... Ое... Реальных... Ээ... Событий... И в отрыве от... Реальной среды... В которой ребенок находится... Воот... Именно... Именно ... Именно поэтому так важно сформулировать то, что происходит у вас в семье, чтобы видеть всю картину, так скажем, целиком, а не только ее какую-то часть. В противном случае мы рискуем выставить ребенка уже каким-то неправильным, каким-то странным, каким-то ненормальным и так далее. А это не так. Само по себе с ребенком ничего не происходит. Почему-то ребенок, по-вторых, себе не доверяет. Почему-то у ребенка есть вот такой опыт, да, опыт негативный негативный взаимодействия с миром окружающим. Откуда-то ребенок этот опыт получил. И вопрос заключается в том, откуда. На этот вопрос можете дать ответ вы, я бы сказал. И только вы. Ну, еще и, вероятно, отец. И другие родные, которые вот с ребенком взаимодействуют, да? Вот. И когда будет проведен какой-то анализ этих ситуаций, когда будет понятно, что происходит, тогда уже можно будет давать какие-то рекомендации. Вот. Отдельно хочу обратить ваше внимание. Не советы. Не советы. А рекомендации. Советы психологи не дают советов. Психологи не дают. Мы можем давать рекомендации вам. А уже вам решать? Хотите вы этому, так скажем, следовать? Или нет? Хотите ли вы к этому прислушиваться? Или нет? Да? Это вам решат. Нужно признать для того, чтобы качественно и эффективно решать проблему, нужно признать, что у вас в семье есть проблемы. Возможно, поведение ребенка и его трудности. Это следствие некого внутрисемейного кризиса, который нужно признать. Да? Не для того, чтобы как-то вот, ну, не знаю, посмеяться, да, или там, позубаскалить. А именно для того, чтобы получить возможность с этим что-то сделать. Сейчас такой возможности нет. Потому что, ну, как бы, в парадигме присутствует только ребенок. И не присутствуют, эм, не присутствуют другие члены семьи. А они ведь, как вы понимаете, принимают самое непосредственное и живое участие в воспитании ребенка. Его развитие. Вот. Понимаете, да? Поэтому здесь есть вот такие моменты. На которые я бы очень хотел, чтобы вы обратили свое внимание. Эм, самое сложное в подобных-подобных ситуациях. Это соотношение того, что я могу делать что-то, ну, скажем так, деструктивное, да? Вот. Самое сложное. Признать, что я могу делать что-то деструктивное. И соотнести это с тем, что данное признание необходимо для того, чтобы у ребенка появилась возможность, эм, ну, как-то изменить, измениться и изменить, изменить ситуацию. Вот. То есть, если вам то, что происходит с ребенком, да, не безразлично, вот, если вы действительно переживаете за ребенка, то необходимо менять свою модель поведения, да, необходимо меняться. Вот. А если же вы рассчитываете, например, от психологов, просто получить совет и сразу начать, ну, решать проблему, так скажем, то, конечно, шансов на эффективное решение проблемы гораздо меньше становится. Вот. Такой ответ я могу вам дать. Я сочувствую ребенку, я сочувствую вам, что вы с такой ситуацией сталкиваетесь. Мне хочется верить и думать, что то, что вы описываете является таким добросовестным заблуждением, вот. И, как бы, вот, ну, прослушав, да, мой ответ, вы, например, как бы нацелитесь именно на коррекцию своего поведения. Удачи вам, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...